В эмоциональном плане, может быть, это первая игра, первая игра, где мы сыграли сердцем, первая игра сегодня, все остальное мы старались там разумом, какие-то скаутинги, делать все, и в конце концов, там опыт, мастерство, которого нам не хватает, нас побеждали, одну игру мы выигрывали, там, на мастерстве Потеева, который нам помог в Суррату, да, но сами мы свою игру не чувствовали, мы не знали, что мы можем, как мы можем играть, как мы хотим выиграть эти игры, и сегодня вот нам удалось это сделать, да, и это главное, то, что нас отличало вот эти игры, все предыдущие от этой игры, то, что мы вышли и сыграли сердцем, и ребятам, ребятам я очень благодарен за то, что они показали, что они могут, да, ошибки были, и было нервно, и там глупости были, очень много, да, но я первый раз увидел команду на паркете, ту команду, которую мы хотим все видеть, ну, в химках, и я хочу, и сами они хотят, и поэтому для меня это, даже мы могли эту игру проиграть, но она все равно была хорошая страна, Игорь Михайлович, скажите, вы неудачно выступили в рифте, и, соответственно, делали ставку именно на сегодняшний матч? Ну, у нас не ставка это была, мы не планировали, мы планировали и там выиграть, и как бы, но здесь просто мы оказались припертыми в стенки, да, то есть у нас выступать уже нету, для нас это как Сталинград был, так же так есть. Да, и прокомментируйте игру, вот у вас игроков под всем номером подъезд. Руслан, он после большого перерыва, после тяжелых, скажем так, травм, да, проблем со здоровьем, он возвращается в баскетбол, ему тяжело, он там потерял выносливость, вот, он игровой практики у него нет, но, как бы, у него осталось желание, и он сегодня там на зубах, можно сказать, собрал все свое, там, что он имеет, конечно, нам помогло играть эту игру, я думаю, что он был решающим фактором. Больше всех очков? Ну, больше всех очков в защите, там, на подборе, там, конечно, но я бы, ну, как бы, не сказал, что он был единственным, я бы, вот, отметил всю команду. Спасибо. И, Андрей, еще один вопрос от министра, поговорите, в прошлом сезоне вы тоже в физической ситуации взяли Спартак-Приморье, да, но там получилось, то есть, уже, если надо, более удачный старт, хотя, в общем-то, и там, в вашем случае, например, достаточно молодые игроки, особенно в первых матчах, если... Ну, в первых матчах было также безнадежно, правда, там, со всеми нашими желаниями, все мы все равно по 30-20 очков проигрывали, вот, но к нам добавилось три игрока, которые, как бы, ну, стали ведущими, да, Ключников, смотрите, как он играет, да, сейчас Корчагин, который за собой повел все, да, это были опытные игроки, Трушкина, я вообще не говорю, он там, ну, ушел в БТВ, в Енисею он там на лидировочных играли, ну, по моему мнению, да, вот, поэтому там была гораздо легче ситуация, почему? Потому что здесь у нас нету явного лидера, да, они, вот, проклевываются, как стенчики из яйца, то есть, там, трещинка появляется, мы хотим это поймать и сделать, а там-то уже были игроки, просто их, как бы, вместе сыграли, да, и, потому что там еще Агапа был, ну, то есть, там была хорошая обоя, вот, здесь, конечно, была гораздо более тяжелая ситуация. А перед командой какая задача стоит перед вами, просто натаскиваясь молодежь или турнирные задачи? Ну, вообще, перед нами стоит задача, вот такие игры, да, как сейчас, такие игры, чтобы они были все такие, пока мы не справлялись, вот, сегодня, первый раз, как бы, похожи были на команду. Задача перед нами не стоит, потому что, ну, что, мы даже все выиграем, нас не, ну, как бы, ВТБ нас не пустит, второй хип, как неправильно, такой глупый. Вот, но мы хотим, чтобы ребята через вот эти игры росли и воспитать игроков для основного командования, фан-клуба, ну, соответственно, со всеми эти крающими задачами. А сегодняшняя победа – это результат все-таки вашей замечательной игры или это результат ошибок плана? Да, ну, спорт такой, что, как бы, тут это одно из другого вытекает, и, понимаете, трудно определить, да, там, Урал ошибался, да, и мы так вдохновились, или мы заставили Урал ошибаться своей игрой, да, я бы не стал там судить так, и не стал бы и их прямо говорить, что они прямо сыграли сегодня плохую игру. Мне кажется, они были на уровне, да, на своем уровне. Может быть, чуть-чуть не хватило свежести, но после такого турне, вот, мы тоже попали в такую яму, когда вы улетаешь на линии Владивосток, возвращаешься назад через семь дней, вот эта физическая такая немножко, она незаметная, да, но, как бы, самому, самим игрокам незаметная, но видно со стороны, да, вот видно, что сегодня команда, как бы, не горела, да. На самом деле, видите, они там пытались, и все, но чуть-чуть медленнее, там чуть-чуть бросок сбился, да, это все вот фидеология, которая, ну, демократизация, которая не убежает. Ну, это главный рейдер. Макс, ну, как еще, давай, про концовку, может быть, да, поговорим, в концовке выбросок был, выбросок, как все это решалось? Что именно решалось? Да, с вами мы боремся, когда? В действие этой ситуации уже было разыграть пяти народ, как обычно, мы, как бы, наши, как бы, комбинации, мы, так и разыграли, просто команда противника играла очень кучно, и где-то, наверное, наша ошибка была, что большой игрок, который стоял позаслом, тоже прошел вниз, и было так кучно, что я не смог и сам выбросить мяч, и отдать на периметр, и где-то, наверное, моя ошибка тоже была, там, поэтому не получилось на последний этап. А в целом сегодня что привело к такой вот концовке? Это что привело? Ну, сказать, что мы недооценили противника нельзя. Мы ко всем одинаково настраиваемся всегда, хотим побеждать, но если посмотреть статистику и посмотреть графу забитые, мячи трехочковые, с каким процентом, двухочковые, даже те же штрафные, ну, мы просто не попали в свои броски, которые важны, которые мы забиваем обычно. Вот это и сыграло, посмотрите, на потери. У нас одна потеря за всю игру, так можно сказать, лучшая игра наша. Просто мы не попали в свои броски, которые должны будут попасть. Максим, по текущей статистике, вы входите в двадцатку лучших игроков по передачам, что мешает попасть в десятку лучше. Нет, но второй. Да ничего не мешает. Я говорю, если моя команда забивает мячи, которые я даю на передачу, значит, я буду этим лучше. То есть они делают меня лучше. Они я сам себя. Если я даю передачу, игрок забивает, вот у меня уже одна передача. Я же еще раз немножко зажгутся назад, посмотрите, сколько мы промазали. Поэтому рано говорить о десятке или это очень неважно, мне кажется. Я даже не знал то, что вы мне сказали. Я услышал от вас это первый раз и не знал. Поэтому... Ну, такая статистика ведет. У меня один мост передач. Поэтому, наверное, если мои игроки будут забивать после моих передач, вот это и станет лучше. Спасибо. Владимир Николаевич, ну, вы как тренинг по сегодняшнему результату, что у вас в этой игре? Обиднейшее поражение. Для оценения такого не было. Пытались это убрать. Команды не так хорошо, значит, это сделал тренинский штаб. Таченко сказал, что мы не забили. Мы свою норму на 20 очков не забили. При этом пропустили 72. Так скажем, в защите тоже. Играем 75-72, пропускаем. Я считаю, что если в районе 70 пропускать, это нормально. Вот, вот, процент, процент попадает. Своими чем-то. Мы 19 подборов совершили на чужом щите. Их промызли, промызли, промызли под кольцами. Вот. Что привело к этой концовке и к нервным делам. На этот баскетбол мы не забили, не забили. И все. В принципе. Леонид Кравевич, где-то в начале игры услышал от вас фразу, которую вы в команде сказали, когда играть начнем. Начали ли играть? Или все-таки игроки не физически перегорели, а эмоционально за счет такого большого количества игр? Не желтого причем? Нет. Нет, здесь ничего не перегорели. Последняя игра Сурарту нам навела на мысль, что мы в физическом плане где-то подсели. Это было видно. Вот. Может быть, у нас еще эта волна догнала на эту игру. Хотя мы пытались подвести команду и свежести ей добавить, да, чтобы они у нас были с энергией играми. Опять, как в игре с армянами, такая работа. Ушла игра наша, ушла легкость, ушла своя игра. Мы работаем, работаем, работаем. Сегодня неудачно сработали. Сурарту мы еще дожали, так скажем, достали. Сегодня не смогли. Пытался ли ротаться и заменами, и расслежить. Нет. К сожалению, Гриша нам сегодня не смог помочь в полном объеме. Может быть. Ну, опять же, Ткач не отыграл. Тут 38 минут, максимум 20 лет. Нормальные цифры. Вот. Моторил у нас тут с утра. Не здоровилось ему, так скажем. Ну, все, ну, как бы. Ну, опять же, вот. 32% попаданий с вымечением, как бы. За бетом 2-3 мяча. При нашем таком спаде, да, можно в любом случае выигрывать эти игры свои, забирать. Мне сразу вспомнилась игра, которую мы очень плохо играли в Сижевском, самое первое. И чудом выиграли. Я думаю, что это вернулось. Это мне тоже как-то. Сегодня вернулась эта игра. Так что, работаем дальше. Вадим Николаевич, может быть, проблема вот, сейчас в Северии жаловался, что после вот этого турне на Дальний Восток физическое состояние подсело, может быть. Да, просто сложно. И мы так рассчитывали. Мы это, конечно же, этот один из пунктов, да, так скажем, этот вариант обсуждали. Достаточно времени уже прошло с возвращения. Но он говорит, что на неделю, как бы, через неделю это проявляет, не проявляет. Да, да, мы там неделю ровно там и были, там, 7 дней с учетом всех этих перерывов. И вот где-то это наслоилось. Но опять же, это неправдание, да, мы должны играть при, да, при таких же... Уже поближе, там, в Новосибирске и Иркутске. Сейчас думаем о ближайшей игре. У нас есть шанс реабилитироваться перед самим собой, главное, очень, перед болельщиками. Кто нас поддерживает, это кубковая игра с Ургутом. Очень хорошие шансы пройти дальше, потому что мы готовимся к этой игре. Вопросов больше нет, спасибо.